Как попросить разумную помощь? Если бы вы хотели попросить разумную помощь для сдаваемого в наем жилья, программы по аренде жилья, изменения кредита на жилье или для иной жилищной сделки, это видео объяснит, как попросить ее. Что является запросом о необходимой помощи? Запрос на разумную помощь подходит, когда инвалид по физическим или психологическим показателям нуждается в том, чтобы поставщик жилья, арендодатель, менеджер собственности, кредитор, менеджер жилищной программы, агент продажной недвижимости и т.д. и изменял его или ее правила условия практику или услуги для того, чтобы дать человеку, арендатору, домовладельцу, покупателю жилья, участнику жилищной программы возможность использовать и наслаждаться жилищем. Помощь должна быть практической и разумной и не должна создавать чрезмерной финансовой или административной нагрузки на владельца или изменять основные функции жилья. Например, просьба к вашему арендодателю помочь вам оплатить счета или отвезти вас к врачу могла бы изменить ее функцию из менеджера по жилью на адвоката или личного помощника и не могла бы быть разумной. Какие примеры необходимой помощи можно привести? Примеры разумной помощи включают в себя Выделенную парковку для арендатора с ограниченной подвижностью, которая позволила бы арендатору укоротить расстояние ходьбы от его и ее автомобиля до его и ее квартиры. Изменение срока уплаты аренды арендатором, потому что ее оплата social security приходится на десятое число месяца вместо третьего. Собака-поводырь для арендатора, зрение которого нарушено, если хозяин жилья имеет условия никаких домашних животных. Условия домовладельца. Никаких домашних животных не может быть исполнено в отношении арендатора, имеющего инвалидность, которому требуется служебное животное, потому что закон рассматривает такое животное не как домашнее животное, а как помощь. Депозит или взнос за домашних животных в этом случае не может быть назначен. Как можно предоставить необходимую помощь? Согласно Fair Housing Act, было бы неразумно просить поставщика жилья разрешить арендатору осуществить мероприятия, которые могут быть опасными для окружающих или же привести к значительным физическим повреждениям имущества. Запрос на разумную помощь может быть сделан устно или в письменной форме предоставителю жилья. Разумная просьба всякий раз, когда производится арендатором или заявителем, дает понять предоставителю жилья, что арендатор запрашивает исключение, изменение или корректировку правила или условия, практики или услуги в связи с инвалидностью. Где я могу найти форму для запроса необходимой помощи? Какая информация будет мне нужна? Информация, которую вы должны будете внести в форму для предоставления разумной помощи, заключается в следующем. Ваше полное имя, ваш адрес снимаемого жилья и ваш почтовый адрес, имя владельца снимаемого жилья, хозяина или управляющего недвижимостью, имя кредитора и почтовый адрес кредитора, название вашей программы жилищной помощи, если это применимо, фамилия, имя, отчество, руководителя вашей жилищной программы, если это применимо. Как выглядит форма для предоставления необходимой помощи? Так выглядит форма для предоставления разумной помощи. Как я могу послать форму, запрашивающую необходимую помощь? Вы должны отправить запрос о предоставлении разумной помощи по почте с заказным письмом и сохранить копию запроса в ваших документах. И отдать хозяину, кредитору, поставщику жилья лично со свидетелем, получить у него или ее дату и подписи на копии и держать эту копию у себя. После того, как арендатор подал запрос о предоставлении разумной помощи, между арендатором и поставщиком жилья необходим интерактивный диалог или дискуссия, для того, чтобы определить, каким образом арендатор может быть размещен. В то время, когда они участвуют в этом процессе, поставщик жилья может попросить доказательства необходимости помощи. Доказательства могут быть представлены в письменном заявлении от человека, который в состоянии знать о необходимости помощи и кто может подтвердить. Первое, что арендатор имеет инвалидность. Второе, что подтвердитель осознает характер инвалидности и причины для запрошенной помощи. А также, третье, что помощь может быть необходима, чтобы предоставить арендатору равные возможности использовать и наслаждаться жилищем. Поставщик жилья, арендодатель, кредитор, управляющий недвижимостью, не может спросить об инвалидности человека или тяжести ее. Поставщик жилья может получить от арендатора только достаточной информации, чтобы проверить, что арендатор имеет инвалидность, описание необходимой помощи, а также информацию, которая показывает отношения или связи между инвалидностью человека и необходимостью помощи. Однако, если инвалидность арендатора является очевидной или известна поставщику жилья, и если необходимая помощь легко очевидна, поставщик жилья может не запрашивать дополнительную информацию об инвалидности арендатора или необходимости помощи для арендатора. Как выглядит пример формы подтверждения запроса о необходимой помощи? Вот пример формы доказательства необходимости помощи, нужной вам для квалифицированного профессионала или лица, который имеет причину знать о вашей инвалидности и связи между вашей инвалидностью и вашими потребностями в помощи, в проживании, когда ваша инвалидность и потребность в помощи в проживании не очевидны. Как я могу послать форму подтверждения запроса о необходимой помощи? Ваш квалифицированный специалист должен дать вам это письмо доказательства необходимости помощи на его и ее бланки, чтобы можно было отправить это письмо по почте с заказным письмом и сохранить копию для своих записей, и или отдать хозяину-кредитору-поставщику жилья в присутствии свидетеля, попросить его или ее поставить дату и подпись на копии и сохранить эту копию для ваших записей. Что значит слова «инвалидность» и «нетрудоспособность»? Fair Housing Act использует слово «нетрудоспособность» вместо слова «инвалидность». Нетрудоспособность определяется как Нетрудоспособность определяется по федеральным правилам параграф CFR24 следующим образом. Для справки квалифицированным профессионалам при определении, если арендатор отвечает определению нетрудоспособной. Нетрудоспособность означает в отношении человека физические или умственные недостатки, которые существенно ограничивают одну или более жизненных важных функций, учитывает такие недостатки или рассматривается как последствия таких недостатков. Этот термин не включает в себя текущее незаконное использование или зависимость от контролируемых веществ. Какие примеры вы можете привести человека, у которого есть недрудоспособность? Для целей настоящей части человек не считается имеющим недрудоспособность только потому, что физическое лицо является трансвеститом. Как используем в этом определении? А. Физические и психические нарушения включают в себя. Первое. Любое физиологическое расстройство или состояние, косметическое увечие или анатомическая потеря, влияющая на одну или более следующих систем организма. Неврологическую, опорно-двигательный аппарат, специальные органы чувств, органы дыхания, в том числе органы речи, сердечно-сосудистую, репродуктивную, пищеварительную, мочевую, мочеполовую, кровяную и лимфатическую, кожную, эндокринную или... Второе. Любые психические или психологические расстройства, такие как умственная отсталость, синдром органического мозга, эмоциональные или психические заболевания, а также конкретные возможности обучения людей с ограниченными способностями к обучению. Термин физические или умственные недостатки включает, но не ограничивается такими заболеваниями состояниями, как ортопедические, глазные заболевания, заболевания речи и слуха, церебральный паралич, аутизм, эпилепсия, мышечная дистрофия, рассеянный склероз, рак, болезни сердца, диабет, вирус иммунодефицита человека, умственная отсталость, эмоциональное расстройство, наркотическая зависимость. Кроме наркотической зависимости, вызванные текущими незаконным использованием контролируемых веществ и алкоголизм. Как вы можете объяснить термин «нетрудоспособность» для меня? Б. Жизненно важные функции означают функции, такие как уход за самим собой, выполнение прикладных задач, ходьбу, зрение, слух, говорение, дыхание, обучение и работу. С. Есть записи о таких недостатках, значит, что имеют свою историю и были или были неправильно классифицированы, как имеющую свою историю, психические или физические недостатки, которые существенно ограничивают одну или более основных форм жизнедеятельности. Д. Может рассматриваться как имеющие недостатки, означает 1. Имеет физические или психические недостатки, которые несущественно ограничивают одну или несколько основных форм жизнедеятельности, но это может рассматриваться другим лицом в качестве составляющих таких недостатков. 2. Имеет физические или психические недостатки, которые существенно ограничивают одну или несколько жизненно важных функций, только в результате отношения других к таким недостаткам или 3. Не имеет ни одного из недостатков, определенных в пункте А настоящего определения, но рассматривается другими людьми, как имеющих такие недостатки. Если у меня есть вопросы, кому я могу позвонить? Если вам, вашему поставщику жилья или человеку, который имеет основания знать о вашей инвалидности или вашему квалифицированному поставщику услуг требуется помощь в понимании процесса разумной помощи, то вы должны позвонить Для людей с ограниченным слухом 1-800-345-75-73 Department of Housing and Urban Development в Сиэтле 1-800-877-02-46 Для людей с ограниченным слухом 206-220-5185 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok